Друзья, здравствуйте! Очередной фильм в моем саду. Вот, значит, за видеокамерой Яна Александровна Савинич, помощница, сотрудница, вот, любимая моя дочка, могу я так назвать? Можно. Можно, так. И будущая звезда номер один. Почему? Потому что в научных кругах единственный человек, несколько еще поддержку имею, но такая поддержка, что она не сказывается на на это, на общей картине по России. Вот. А Лена Александровна все-таки аспирант. Сейчас она выполняет роль оператора. Лена Александровна, вот скажет нарочно, несколько лет не видел гусеницу. Ну, почему так? Как вы заметили, у меня всегда это. Кстати, я не трогаю никогда. Когда их так мало, мне жалко. Вот. И больше, наверное, мы не... Ну, если тут было гнездо, мы бы и нашли бы. Еще, ну, вроде нету. Пусть живет. Так вот, значит, мы перед полновидами яблонями. Президент Васюган. В течение... Они не молодые, им где-то лет по шесть. А, в каком? Пятнадцатом же я был участок? Да. Значит, шестнадцать, 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 двадцать, двадцать, седьмой год. Вот это седьмой год для одного яблочка. Это прославленные сорта президента Васюган. Как они тут оказались? Я купил два саженца на рынке. И сейчас они там вздыхают. Вот, посмотри, я показываю. А они на несколько лет старше. Так, вот такие вот до сих пор. Такие вот. Два яблочка получил за десяток лет. А эти седьмой год тоже плодов не дают. Те хоть два дали яблочка. Вот такие. Это все говорит о том, что нам преподнесли полновидные яблони, как супер сорта. Вы вложили в это десятки, сотни, миллионов. Наверное, уже миллиарды рублей. Но тем не менее, а для чего они здесь нужны? Чтобы мы могли говорить не только о хорошем, но и о плохом. Предостеречь людей. Пойдемте чуть-чуть лучше. Ну, вот это вот, да, видите, эти яблочки. Это баргузин. Оно относится к лучшим. И их даже кушать можно. Когда-то, когда-то, я счет за счастья, когда первые яблочки созрели, и я их попробовал. С тех пор одно разочарование. Ну, когда ему, сколько ему лет? Ну, оно чуть моложе. Где-то лет пять. Накормить она мне никогда не накормится, как те фотографии. Вот, смотрим дальше. Это небольшой обзор. Смотрим сюда. Это, ну, бирка потеряна. Посажена была в 2015 году. Или нет. Или привита только была. С тех пор ни одного яблочка. Видите? Хотя это явно другой сон. Бирка потеряна, но в сказке про скороплодность перед вами. Сколько лет я жду урожая. Идем дальше. Идем дальше. Вот это вот, оно и похоже на баргузин, и не похоже. Я не знаю, какой это сорт. Я умудрился его достать без названия сорта. Так? Без названия. В этом году первое плодоношение. Ему тоже где-то пять-шесть лет. И что с него получится? Накормит он у нас. Сколько? Три яблока, да? Ну, не густо. Не густо. Ну, вон четвертое. Все. И так оно будет всегда. Я сейчас вам открою один из законов природы, который, извините, я открыл ее лично. И пройдет время, и его будут цитировать во всех учебниках. Но чуть позже. Лучшее яблоко нет. Я ее посадил сюда однолетней. Я самый старший. В 15-м году. Год покупки этого участка. Так? Значит, вот они лежат. Яблоки. Я отсюда собрал уже прилично. Пол ведерка. А собрал их ради косточек. Ой, ради семечек. Мне все равно покупают. Хотя вырастить из них семечек такое дерево проблематично. Но многие все-таки не оставили надежду. Ну, покупать, они всегда были подвинуты. Они всегда были дорогими. Поэтому, значит, а где сейчас достанешь? Ну, оно хотя бы баргузен, это точно. Посмотрите, какие яблочки красивые. Лучше из них выглядят вот так вот. Вот так вот. Да? Или вон они. В хроне. Значит, максимальное урожай ведро яблок. Вот сейчас, когда пол ведра уже есть, и пол ведра еще тут. Все. Значит, как казалось бы себе, даже это успех. Но я, тем не менее, отношусь скептически. Знаете, по какой причине? Колновидные яблони, они должны быть. Один штамп, он должен 15 лет плодоносить. Это сказка, это вранье, это предательство, это мошенничество. Всегда, когда вы прощете, колновидка плодоносит. Колновидные яблони имеют в виду штамп, с небольшими плодовыми образованиями. Вот что должно быть. А я ее не называю колновидной. Но здесь настоящие полноценные ветви. Да, то есть для нас сейчас это что? Ну только что это яблони с компактной кроной. Да, вот. И если бы я выполнял, на втором этапе, люди, ну как их назвать, недобросовестные, они придумали байку. А, боковые ветки лезут? Отрезайте их. А теперь представим себе, что если отряды все боковые ветки, что будет? Что останется? Три яблока? Вот допустим, вот этот. Но если мы вот эти уберем, то останется? А их полагалось убрать. А вот это? А дело в том, что они никогда не будут, это, вот, сам штамп уже не плодоносит. Ну разве, что вот там еще два-три яблочка, верхняя, можно считать, что они... Но всего 10 штук висит. Да. А уже вот это вот, незаконная боковая ветка, а я должен был ее отрезать, чем раньше. Вот эту полностью отрезать. То есть осталось три. Ну, наверное, прям меньше. Наверное, полтора ведра будет с него. И, наверное, в этом году рекорд уважаем. В прошлом году было ведро. Так. И, наконец, я открываю вам то, чего не знает пока никто, кроме меня, и тех, кто увидел мои ветки. Один из законов природы, он проще паренной репы. Он настолько прост, он именно из-за своей простоты, его простоты, а она так всегда бывает, именно из-за этой простоты его никто не знает. и так, суммарный урожай в весовой категории, граммах, килограммах, любого дерева, даже колонновидного, находится в прямой зависимости от площади листьев. Никогда, в этом году, если колонна даст двойное урожай, значит, что будет в следующем году? А периодическое плодоношение кто не слышал? Так нет. Все знают. Все знают. Но никто никогда не связал. Единственный, как правило, набильный урожай колонны умножает в уме на 15, а это все вранье, потому что или он переходит на плодоношение на боковой ветке, а значит, колонны больше нет. Это значит, что все, кто пытается добиться урожая больше, чем позволяет фотосинтез, и произведенного этими листьями, даже если на них нет ни одной ни одного плода, второй момент, это идет как бы через запятую выработка глюкозы, которая часть идет вот эти прекрасные яблочки, кстати, они вкусные, это бургузин, вот, а часть идет корни, корни, через корни питают всю подземную живность сахаром, об этом почему-то одна, за всю жизнь я не могу себе присвоить второе понимание про глюкозу, почему? Да, я нашел схему, ее не изучают в институтах, университетах я проверял, на рекаевы тоже, что глюкоза идет на кормежку корней, это я, это уже есть в одной единственной источнике есть тысяч, хотя бы, но, жаль, не мое, а еще и на кормежку грибов, микоризы, так, значит, подземных муравейников кормятся все, все, кто там живет, очень важно, что кормятся еще и эти самые черви, так, все это единое целое, и взамен от благодарного дерева, получая глюкозу, подают туда питательные вещества, убирается, как правило, все ветки, ах, они негодны, до уровня пояса, а якобы они не плодоносят, и, соответственно, некому подать туда на кормежку корней микоризы, грибов, этой фабрики по производству питательных веществ, она сама-то, она только рот, вот корень, это открытый рот, тут он открытый, и все, туда надо положить, а никто не понимает, что, если туда не поступит глюкоза, то оттуда ничего не получится, даже вот кукиш показывают, только тем, кто придумал это, отрежем лишние ветки, они не плодоносят, вот это, и самое интересное, что это учат в России, где минус 30 есть даже на Кубани, так? И, как вспоминаю, может быть, и в Ленинградской области, и в Калининградской, и в Смоленск, и в Белгород, и этот самый, Брянск, все это, и уже достаточно, чтобы рано от того, что, мало того, что оставили без питания, всю подземную жирность оставили без сахара, сахар, более понятно, чем глюкоза, оставили без сахара, мы едим, вот сейчас, все, что останется тут, будет съедено воробьями, осами, пчелами, так, бактериями, все это идет переработку, и еще последний момент, раз я уже разговаривался, это все, что мы убираем, что получше, я всегда оставляю до половины, убедитесь потом сами, почему? Потому что я обязан их накормить, они, часть я у них отнял, но полностью отнимать нельзя, одна из величайших глупостей, какие существуют в природе, к сожалению, в учебниках, к сожалению, в лекциях, это то, что надо взять грабли и все выгребать, не оставляя ничего, самое главное питательное вещество, это, идет, опавшие листва, накормить дерево, и чтобы подсластить, фрукты, они срабатываются как? Сейчас она еще кисловата, пройдет время, она лежа, прямо тут будет доработана, как доработана? Сработана кислота, все это поступает на стол, насекомым, грибам, а потом грибы с помощью микорезы передадут, опять дерево, нельзя разряжать цепочку, нельзя выгребать ничего, наоборот, хорошо бы еще добавить, ну, в общем, я сказал то, что пока вызывает у многих недоумение, почему, трудно переставить сознание, а потом люди успокоятся, поймут, скажут, еб ты, да как же так, а зачем Бог создал столько листьев, почему надо половину вырезать? Это, ну вот сюда, давай повернемся, да, вот это вот, ну не могу я остановиться, вот это вот венгерка, так, вот, кстати, опять с Украины, ну, что делать, слаб человек, захотелось, тут иметь роскошь, это настоящая роскошь, и вот, сколько здесь лишних веток якобы, а, посмотри, оно загущенное? Нет, десятки, сотни фильмов, про обрезку, они нашли бы здесь, и отрезали бы больше половины веток, неправильные, вот, в лучшем случае, заставили бы вот эти ветки, разгибать, разгибать, вот, вот, это природное явление, то есть, их направление, это природное явление, если полагается расти вверх, как груша, или слива, значит, должна расти вверх, вот груша, пожалуйста, господи, это должна быть уже следующая, это, следующая съемка, вверх растут, и ни в коем случае нельзя, ни обрезать, ни это, если только обрезается, для того, чтобы сформировать крону, в первый период жизни, обычно первый год, ну, на второй, вот, и, при этом, те, кто говорят, мы будем щадить, эти деревья, в которых ветки вертикально растут, как здесь, как здесь, да, мы будем щадить, мы будем их отгибать, глупость несусветная, не требуют они отгибания, только появятся груши, как они разогнутся сами, это следующий этап жизни, вот, он подчиняется другим законам, следующий этап, ветки вертикальные, одну роль играют, потом, с каждым урожаем наклоняются, так, вторая роль, но это будет сюжет для следующего рассказа, все, ползет это, покажи, а уже все, за пазуху, опять же, лепестит, на хором, вот, и неожиданность, вот,